Музыка Российский соц.молодежь очень активно взаимодействует с регионами Северо-Кавказского федерального округа. Для нас это тоже важно, потому что юг России является тоже одним из таких приоритетных территорий развития. Конечно же, проекты, которые мы реализуем на федеральном уровне, мы их транслируем и на субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Из таких наиболее значимых проектов, которые мы буквально в этом году и этим летом реализовали, это «Студенческая весна на Кавказе», которая прошла в этом году в Адыгее. Действительно, это была такая запоминающаяся творческая, патриотическая такая акция, когда на протяжении трех дней молодые люди с регионов Северо-Кавказского федерального округа, с закавказских стран, это Армения, Азербайджан, Грузия, приехали к нам на творческий фестиваль. Очень запоминающееся было то, что итогом, закрытием этого фестиваля стала патриотическая акция «Свеча памяти», когда в 4 часа утра на Центральном мемориале Майкопа все участники нашего фестиваля, плюс молодежь, жители города, а их было больше трех тысяч человек, зажгли свечу памяти. Это было очень незабываемое патриотическое событие, патриотическая акция. И что очень важно, что молодежь, в том числе из Закавказья, также была вместе с нами. В рамках этого фестиваля был впервые проведен такой конкурс студенческой этномоды. Это на самом деле очень удался, он очень хорошо прошел. Этот конкурс прошел по инициативе Адыгейского госуниверситета, которому, кстати, в этом году исполнилось 75 лет. И это направление мы планируем на будущий год вывести в самостоятельное и провести его как самостоятельный студенческий всероссийский конкурс студенческой этномоды. Ну, конечно же, хотел бы также отметить, что в этом году, в период сдачи единого государственного экзамена, волонтеры Российского союза молодежи обеспечивали общественное наблюдение за сдачей ЕГЭ во всех пунктах приемов экзаменов во всех субъектах. То есть во всех, так называемых, ППЭ у нас присутствовали федеральные общественные наблюдатели, которых подготовил Российский союз молодежи. На протяжении, получается, месяца наши студенты, которые были тщательно отобраны, подготовлены, которые приехали из других субъектов, то есть они не являются жителями пунктов, в которых, соответственно, проводится контроль, проводили общественное наблюдение. Что это способствовало? Ну, во-первых, мы тем самым помогли организаторам обеспечить сдачу единого госэкзамена честно. Во-вторых, ну, наверное, это больше, скажем так, что нас интересовало. Мы дали возможность молодежи из других регионов показать Северный Кавказ, потому что между периодами сдачи экзаменов было время. В это время ребятам были организованы различные экскурсии, показывали достопримечательности северкавказских республик. Действительно, очень тепло они были встречены местными властями. За это хочу выразить огромное слово благодарности всем северкавказским республикам и Ставропольскому краю, которые очень тепло встретили наших общественных наблюдателей. Мы эту работу будем проводить и в следующем году. Нам также очень важно, чтобы на Северном Кавказе и в других субъектах Российской Федерации единые государственные экзамены проводились максимально объективно и честно. И наши волонтеры этому, конечно же, будут способствовать. И способствуют. Традиционно мы проводим в Ставропольском крае различные патриотические форумы. И в этом году провели патриотический форум, в рамках которого прошел конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». Это тоже, на мой взгляд, очень важно, чтобы через творчество доносить до молодежи историю нашей страны. Через песню, через такой фанклор мы можем рассказывать о тех временах, боевых временах, военных временах, о той суровой и нужной победе, которую завоевал наш народ.